Сложно подчинённые предложения с предаточными изъяснительными. Предаточные изъяснительные отвечают на падежные вопросы. Они относятся к членам предложения, которые имеют значение речи, мысли или чувства. Это чаще всего глаголы «сказал», «ответил», «спросил», «подумал», «вспомнил», «решил», «гордился», «обрадовался» и другие. Например, Иван Ильич спросил «Что? Где находится штаб?» Я хотел «что?» чтобы моя работа приносила пользу людям. Капитан поднял голову и увидел «Что?», как в открытые ворота въехала колонна машин. Казбич вообразил «Что?», будто Азамат украл у него лошадь. Он, по-видимому, не знал «Чего?», «Что ему делать дальше?». Реже предаточные изъяснительные относятся к другим частям речи, существительным, наречиям, прилагательным. «Рад», «Известно», «Ясно», «Нужно», «Жаль», «Сообщение», «Разговор» и другие. Например, «Ты рада чему?», «Что ты дома?», «Хорошо известно о чем?». «Что все тела при нагревании расширяются, а при охлаждении сжимаются. Было особенно страшно «Что?», «Что над огнем в дыму летали голуби». «Известие о том, о чем?», «Что приедут артисты», быстро облетело весь поселок. Теперь ему стало ясно, что, о чем он будет писать. Предаточные изъяснительные прикрепляются к поясняемому слову тремя способами. Первый. При помощи союзов «что», «как», «будто», «что бы» и других. Например, «Мы подумали, что путь наш будет недолог». Второй. При помощи союзных слов. Например, «Перед дорогой хорошо подумай, что тебе понадобится в пути». Третий. При помощи частицы «ли», употребленной в значении союза. Например, «Он спросил, знает ли ямщик дорогу?» Примечание. В роли союзных слов выступают местоимения. «Кто?», «Что?», «Какой?», «Чей?», «Каков?», «Который?», «Сколько?». В роли союзных слов выступают наречия. «Как?», «Каким образом?», «Когда?», «Где?», «Куда?», «Откуда?», «Почему?», «Отчего?», «Зачем?», «Сколько?», «Васколько?», «Насколько?», «В какой степени?», «В какой мере?». Три слова в русском языке могут выступать в роли союза и в роли союзного слова. У союза нет предметной соотнесенности, нет категории падежа, союз не имеет логического ударения в предложении. Функция союза исчерпывается выражением синтаксических отношений между главным и предаточным предложениями в сложно подчиненном предложении. Союзное слово значимо, оно является членом предложения, имеет логическое ударение. Например, профессор удивился, как, то есть, насколько сильно был привязан мальчик к своему дому, отцу, товарищам по играм. В данном предложении, как, это союзное слово, оно имеет логическое ударение и является обстоятельством в предаточном изъяснительном. Начался разговор о ратных подвигах и о том, как не жалели своей жизни белорусские партизаны. В этом предложении, как, союз, он не имеет логического ударения и не является членом предложения. Сравни. Когда, союз, сошла талая вода, началась посевная. Часы уроков, когда, союзное слово, все замирало в школе, были особенно интересны для маленького Павки. Они точно боялись, что, союз, человек бросит в жизни что-нибудь такое, что, союзное слово, нарушит ее уныло правильный ход. Предаточные, изъяснительные могут служить для передачи косвенной речи. С помощью союзов, что, как, будто, выражаются косвенные сообщения. С помощью союза, чтобы, косвенные побуждения. С помощью союзных слов и союза частиц и ли, косвенные вопросы. Предложение с прямой речью. Он ответил. Поезд придет через 30 минут. Сложно подчиненное предложение с предаточным изъяснительным. Он ответил, что поезд придет через 30 минут. Предложение с прямой речью раздалась команда. Приготовьтесь к посадке. Сложно подчиненное предложение с предаточным изъяснительным. Раздалась команда, чтобы все приготовились к посадке. В главном предложении, при поясняемых словах, может быть указательное слово «то», которое служит для выделения содержания предаточного предложения. Например, мы читали о том, как путешествовал Пержевальский. Твердая вера в то, что он прав, поддерживала его в самые трудные минуты.